Вероника Тараба Как известно, Нингосстрах, одна из крупнейших страховых компаний в России сегодня. Мы являемся лидерами рынка, одним из лидеров. У нас есть как корпоративное, так и родичное страхование. Мы занимаем второе место среди всех страховых компаний по объему сборов на сегодня, это 60 миллиардов рублей по итогам прошлого года. По автострахованию мы занимаем лидирующие позиции в московском регионе. Насколько я знаю, Нингосстрах вообще-то бренду лет 60 уже, да? Да, более 65 лет. Это одна из старейших страховых компаний. А если по соотношению, сколько примерно у вас корпоративных клиентов? Ну, порядок и частных лиц? Ну, понятно, что корпоративные клиенты имеют более крупные контракты, поэтому по числу их, конечно, существенно меньше, но по объему собираемой премии это примерно в равной пропорции. А количество их измеряется, наверное, десятки тысяч, да? В корпоративном сегменте это десятки и сотни, теперь уже сотни, а в родничном это миллионы. Миллионы, конечно, да. Ну вот, теперь понятно. Теперь давайте тогда перейдем... Это как в банках, получается, раз тысяча, миллионы клиентов в родничном. Крупная страховая компания, конечно. А вот вопросы непрерывности бизнеса, они стоят так же остро, как в банках в страховом деле, или как-то иначе? Ну, конечно, да. Поскольку наши клиенты застрахованные могут попасть в ситуацию, требующую нашего внимания, нашего участия практически круглосуточно, мы страхуем как их автомобильные риски, так и риски, связанные со здоровьем. Да, поэтому ситуация, когда мы нужны, она возникает и днем, и ночью, и выходные дни, и скорость реакции должна быть мгновенной. Потому что на самом деле страховая компания продает не полис, страховая компания продает услугу по урегулированию убытка и помощи. Точно, да, 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 да. Это же не лист бумаги, это вот как раз то, что будет происходить после того, как случится то самое событие. Это ключевая парадигма. Не собрать просто премию, а оказаться в нужный момент, в нужном месте и помочь человеку справиться с его ситуацией. Поэтому непрерывность бизнес-процесса является ключевым фактором, и, соответственно, вся инфраструктура компании должна быть к этому готова. Давайте поговорим поподробнее. То есть, как минимум, код-центр, да, у вас должен функционировать круглосуточно как-то так, да? Давайте я по-другому задам вопрос. А из каких элементов, самых главных элементов, состоит тогда вот эта инфраструктура, обеспечивающая непрерывную деятельность этого бизнеса? Ну, код-центр, уже Вероника сказала, один из них. Да, код-центр – это как передняя линия взаимодействия с нашим клиентом. В основе всего, конечно, в контексте нашего сегодняшнего обсуждения, это, конечно, мощная IT-инфраструктура. Понятно, что, имея многомиллионную клиентскую базу, обрабатывать ее можно только современными IT-средствами. И работаете вы же, на самом деле, на все территории России, и еще международные. Ну, международный сегмент, он в большей степени связан с вопросом перестрахования, либо страхования международных рисков. Основная масса клиентов находится. Да, но все-таки 99,9% бизнеса находится здесь, на территории России. Покрытие бизнеса, конечно, полное. То есть мы имеем филиалы во всех субъектах федерации. Это 83 филиала в нашей сети и более 500 всевозможных видов офисов, собственно, принадлежащих ингостраху. Плюс огромная партнерская сеть. Это станция технического обслуживания, которая и продает полисы, и участвует в регулировании. Они тоже, получается, в единой информационной сети? Многие из них, да. Особенно крупные партнеры имеют доступ к нашей единой информационной среде и в ней работают. А, то есть это вопросы безопасности, конечно же, стоят, да? Вопрос разделения прав. Вопрос разделения прав. Они должны, конечно, получать доступ только к той информации, к которой они уполномочены получить доступ. Поэтому IT-инфраструктура – это ключевой элемент всей этой работы. И все бизнес-процессы, они так или иначе на нее завязаны. Процессы и продажи, урегулирование убытков, работа контакт-центра. Контакт-центр – это не просто телефонная станция, которая принимает звонки. А, кстати, он у вас распределенный? Где находится? Контакт-центр у нас находится в Москве, на станции «Сокол». И обслуживает на сегодня преимущественно московский регион и несколько филиалов. А, значит, это распределенный. Значит, другие у вас еще есть колл-центры. На сегодня наша филиальная сеть обслуживает входящие звонки наших клиентов силами непосредственно филиалов. Хотя в стратегической программе развития НГО Страха на ближайшие два года стоит задача создания общего федерального контакт-центра и, соответственно, некой стандартизации этого сервиса. Ну тогда, кстати, у вас и сейчас эта задача стоит. Если у вас есть единый колл-центр в Москве, но филиалы должны, получается, работать в том же самом программном продукте, в том же самом окне? Филиалы сегодня. Вся сеть работает в единой IT-системе. Это наш принципиальный подход, поскольку сам программно-аппаратный комплекс достаточно сложный. Он ежедневно практически обновляется, развивается. На его развитии работает большая команда. Воссоздавать его в каждом филиале – это огромные затраты и, честно говоря, невозможно поддержать его непрерывно. И потом при существующих каналах связи это просто не нужно. Поэтому, когда мы пронувывали архитектуру, еще 10 лет назад, когда вся эта структура создавалась, было принято решение строить это все по принципу центрального ядра с возможностью удаленного доступа для всех. А теперь, когда телеком развелся столь сильно и вопрос каналов вообще просто является не проблемой практически до любой точки страны, то сегодня это работает вполне стабильно и хорошо. А вот вопрос, раз вы так успешно в автостраховании, вопрос, как мобильные пользователи, имеют ли они доступ ко всем этим информационным системам, могут ли они, придя к клиенту, сразу что-то оформить, внести в информационную систему? — Мобильные пользователи, это вы имеете в виду наших агентов? — Я имею в виду, приходит, да, страховой агент, да, вот ко мне от ангустраха. — Ты все пришел с ноутбуком или с этим, как сейчас уже теперь, с айпэдом? — Да, да. Тут же ввел, так сказать, все данные, тут же вся информация об этом клиенте, если она существует, подкачалась. — Да, мы еще пять лет назад запустили проект под названием «Мобильное решение страхового агента». Было создано специальное приложение, тогда еще не было айфонов, айпэдов, но были такие стартовые решения смартфонов, которые позволяли уже даже на сенсорном экране работать с более-менее понятным интерфейсом. Мы написали специализированный софт и выпустили это для пользования нашими агентами и партнерами. Практика показала, что вот на том уровне технологического решения это оказалось не очень востребованным. — Избыточно, наверное, было слишком усложнено. — Достаточно сложно, потому что на самом деле интерфейс этого приложения, он не то чтобы громоздкий, он сильно структурированный, с большим количеством опций и вариантов. Поэтому вот то устройство, на котором предлагалось это делать, это оказалось довольно сложным. Наслошь несколько десятков активных технологических продвинутых агентов, которые использовали это с большим удовольствием, но все-таки массово распространения это не получило, поэтому мы эту программу приостановили. Но сейчас мы возвращаемся к ней вновь, поскольку на самом деле появились нормальные технические решения. Теперь это на iPad. — Я, кстати, полюбили люди. — Хороший пример, что сначала компания придумала некое решение, но оказалась не готова технической платформы. Техническая платформа подросла. — Нет, как раз платформа-то все равно была в какой-то степени готова. Люди были не готовы это инновацией воспринимать. — Ну и то, и другое. — Да, сегодня пришло время, и сегодня мы на самом деле, поскольку мы это делаем уже во второй раз, то есть мы знаем все подводные камни, которые с этим связаны, и я думаю, что теперь... — То есть не зря тогда путь прошли, шишки набили, да? — Главное, что ядро само по себе, программно-аппаратное, оно готово к тому, чтобы предоставить эту возможность, поскольку и система расчета тарифов, и система веб-сервисов, которые могут быть транслированы непосредственно в некое мобильное приложение, а это все нами уже создано, и осталось это просто перенести в некое клиентское рабочее решение. — Ну вот для наших клиентов, честно говоря, мы уже полгода назад предложили мобильный доступ. На App Store можно, посмотрите, закачать приложение IngoStrah, и на сегодня там вы можете с элементом геопозиционирования определить на ближайший офис, получить инструкцию по вашим действиям в случае дорожного транспортного происшествия. — А вот скажите, пользуются, насколько сервисы востребованы? Потому что сколько я общаюсь с ребятами из страховых компаний, ну, из бизнеса, они говорят, слушайте, вот это такая беда, люди не читают страховые договора, люди не читают полисы, и фактически они начинают пытаться узнавать, а куда звонить, что делать, какие задавать вопросы, только в момент, когда что-то случилось. И вот здесь как раз роль IT велика, потому что нужно так выстроить систему ответа на телефонный звонок, приема там сигнала и прочее, прочее, а человек же еще в шоке, кстати, если он в ДТП попал, да? И нужно, чтобы все было очень просто, очень доступно. — Ну, здесь традиционный подход, да, вы поднимаете трубку и дозвонитесь в контакт-центр, где на самом деле умеют работать с этой ситуацией, поскольку, да, возбужденный, застрахованный, находящийся в сложной ситуации, он хочет получить быстро психологическую помощь и конкретные ответы на конкретные вопросы. Те, кто достаточно спокоен и готов в этот момент что-то почитать, может открыть свой айфон и это все увидеть у себя непосредственно в приложении. И, кстати, нажатием одной кнопочки тут же сообщить страховой компании о том, что он, находясь по этому адресу, попал в дорожный трасс. А вот, кстати, уже здорово, да, то есть это сильно упрощает дело, если существует локация, да, сразу уже ты прямо на карте отмечен, и уже страховая компания знает, где ты, и ты не должен говорить, я стою на пересечении, не знаю, тут нет табличек, я не знаю, где я. — Потому что это важный элемент урегулирования страхового случая, вы должны по возможности быстро, в разумные и приемлемые сроки сообщить страховой компании о наступлении страхового случая. И иногда вопрос просто это сделать нажатием кнопки на мобильном телефоне. — Скажите, у меня вот какой вопрос. Вот вы заместитель генерального директора по операционной работе, то есть не совсем IT-директор, и программа у нас «Технологии для бизнеса». — Не совсем не IT-директор. — А, совсем не IT. Вот тогда расскажите, значит, ну, понятно, что в такой компании, как там банк или страховая или телеком, там IT роль, ну, там, не знаю, 40, 50, 70 процентов инфраструктурного успеха. То есть если нет, ничего не получится. Вот как у вас происходит взаимодействие между инфраструктурой и бизнесом? Кто кому дает заказы, кто кого продвигает? Вот вы говорите, там, пять лет назад придумали систему, а бизнес пока не была востребован. Ну, в силу разных причин. Как вообще все это происходит? — Ну, в любой крупной компании CEO, главный операционный директор, это лицо, ответственное за функциональность всех операций. То есть лицо, отвечающее за то, чтобы компания работала и производила сервис, услугу, продукт. То есть обеспечение ежедневного функционирования бизнеса. — Да, обеспечение создания продукта как такового. Поэтому в зоне моей ответственности и работа middle-офиса, back-офиса, работа IT-службы, службы, которая занимается разработкой и оптимизацией бизнес-процессов, и взаимодействие с бизнесом. — То есть вы как раз тот человек, который должен как раз-таки соединить интересы маркетинга, клиентских служб, IT, еще там чего-то, back-office обеспечения, бухгалтерии. — Не просто соединить, а транслировать, по сути, бизнес-стратегию компании на ее обеспечивающий сегмент, исходя из понимания этой проблематики с уровня топ-менеджмента. В этом плане IT-служба оказывается не противостоящей бизнесу, а она, просто подчиняясь мне напрямую, по сути, получает бизнес-задачу в том виде, в котором она должна ее выполнить. — Я вижу у тебя вопрос, а подожди, а вот сейчас ты свой вопрос задашь, а мы потом остановимся и продолжим ответ. — Я обязательно хочу задать, потому что я теперь понимаю ваш спектр ответственности. Вот при таком количестве клиентов, при таком количестве филиалов крайне сложно следить за функционированием этих процессов. Вот я знаю, когда у нас в компанию внедрили бизнес-процесс-менеджмент, я вот, например, сразу увидела, вот я увидела, идет процесс согласования договора. Вот у моих аналитиков зависли там документы, они висят очень много, или там я начинаю лезть внутрь, у кого конкретно, кто этим занимался, начинаю разбираться, почему, по какой причине. Вот у вас есть такая система? — Да, конечно. Ну, может, просто для того, чтобы было понятно, я буквально... — Смотрите, давайте так. Вопрос очень интересный, но я предлагаю сейчас остановиться, вы как раз на него подготовитесь, а мы за это время посмотрим рекламу. — Хорошо. — Дорогие друзья, мы вернемся через несколько секунд. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Технологии для бизнеса». С вами в студии работают Василий Богданов и Вероника Тараба. Привет. — И Игорь Хромов с нами в студии работает, замгенерального директора по операции Монгостраха. — А, Игорь, еще раз здравствуйте. Вот как раз вопрос перед перерывом, который Вероника задала. Как видеть все вот эти изменения состояния каждого бизнес-процесса? Как ими управлять? — Для того, чтобы было понятно, как это устроено, я буквально коротко скажу, что такое есть наша информационная система. Мы работаем на транзакционной системе собственной разработки, то есть ядро нашего программного обеспечения начало создаваться в компании еще 15 лет назад. В принципе, довольно характерная ситуация для страховой отрасли в целом. — Я, наверное, потом задам вопрос или прямо сейчас сразу можно походить? — Тут просто, видимо, не было поставщика АБС как цифр. — Сейчас уже говорят, что это не очень надежно, потому что тогда ты завязан на собственных разработчиков. — А выбор разы был? — Ну тогда выбора не было. — На самом деле, выбор, некоторый выбор был тогда, он есть и сейчас, но по этому пути пошли очень многие. Я думаю, что Ингустраф в этом плане продвинулся далее. Поскольку объем операций был столь большой, что этим надо было много заниматься. Поэтому на сегодня это более 2,5 миллиона строк кода. Это достаточно большое, серьезное решение. — Это Вероника может оценить, я нет. И это решение, которое 4 года назад, когда мы поняли, что оно является, по сути, основой бизнеса, то есть является практически наряду с капиталом, людьми, его важнейшей составляющей и контроль в отношении этого продукта должен быть большим, мы поставили практически промышленную систему производства. То есть внедрили стандартизированные практики производства программного продукта. И за последние 4 года, по сути, его полностью переписали. Поэтому мы чувствуем себя в этом плане вполне спокойно. Все документировано, все описано. Бизнес-процессы, процедуры, регламенты и внутренний функционал. Поэтому то, что вы говорили о практике выполнения бизнес-процесса, это на самом деле является... По сути, BPM является некоторой составляющей нашей общей информационной системы. Еще 5 лет назад мы начали внедрять технологии так называемых workflow. электронных очередей выполнения операций, которые, по сути, направляют любого сотрудника, работающего на продажах... По самой правильной дороге, да? По правильной дороге. По правильной дороге. То есть не дают ему возможности делать то, что является нестандартным, нарушать бизнес-процесс обслуживания клиентов, поскольку он работает в определенной электронной инфраструктуре. Ну, конечно. Это же огромный выигрыш и по времени, и по затратам на обучение сотрудников, и по возможным издержкам на исправление ошибок, которые резко снижаются. А поскольку, по сути, любое действие нашего сотрудника, задействованного в массовом обслуживании, находится внутри этого процесса, мы имеем возможность проанализировать, насколько в срок качественно и по правилам выполняются все операции. И если они выходят за рамки, то это, как минимум, попадает в отчеты, и потом это может эскалироваться на уровне руководителей. Всегда есть возможность на ежедневной, еженедельной основе посмотреть, насколько все было правильно, где нужно подправить, где нужно добавить людей, где нужно изменить бизнес-процесс. А если неправильно, то система, видимо, сама должна сигнализировать руководителю, потому что невозможно же проверять каждый день все бизнес-процессы. При этом, конечно, мы не закрываемся от внешнего мира. Мы на регулярной основе смотрим, а что нам может предложить рынок практически по любому направлению. По BPM, по CRM, по системе взаимодействия с клиентами. В том числе мы 5 лет назад попробовали все-таки на время посмотреть, а что можно приобрести с рынка и интегрировать. Вот, кстати, это хорошая тема. Когда вы 15 лет назад разрабатывали, была одна ситуация. Вот вы сделали, достигли успеха. А вот сейчас, ведь мир тоже не стоял на месте. Как вы оцениваете? Профессиональные компании насоздавали что-то такое, что можно уже смело брать, соединять? Интегрируется ли это? Да, конечно, эти продукты есть. И первый вопрос, который мы всегда ставим, это есть ли здесь некая дополнительная ценность. И второе, можно ли это интегрировать с тем, на чем мы работаем сегодня. Потому что мы точно не готовы результат нашего многолетнего труда снести и поставить что-то внешнее. Мы поставили несколько таких довольно известных продуктов, может быть, не буду поминать бренды, но практически внедрили. И увидели, что они при огромных затратах непосредственно на лицензирование, на поддержку, по сути, воспроизводят уже то, что у нас функционально реализовано. Но для нас это оказалось существенно дороже в плане сопровождения. Получив уже практически внедренный продукт, мы оценили перспективность и произвели демонтаж. Это было по двум крупным блокам. Один был связан с решениями СРМ, другой был связан с финансовой отчетностью. Может быть, вам тогда наоборот, открыть подразделение по продаже программных продуктов? У нас был такой опыт. На самом деле мы один раз наш продукт даже продали одной из страховых компаний. Но на сегодня Департамент информационных технологий в компании, это 150 человек, из которых 75 заняты производством программного продукта по всем классическим правилам производства. Бизнес-аналитики, системные архитекторы, проектировщики, разработчики, тестировщики и внедренцы. То есть это, по сути, IT-компания внутри. Мы какое-то время даже думали, может быть, ее оформить... Вероника, можно? Это у нас не в практике. Обычно ведущие спрашивают гостя. Но сейчас такой удивительный разговор, а я тебя хочу спросить. А как ты считаешь? Это тенденция, это интересная? Насколько это характеризует ситуацию на IT-бизнесе, на профессиональном IT-бизнесе на рынке? Есть такая ситуация. Тем более, Инго Страх – это компания крупная. И таких крупных, мы их знаем всех, их очень мало. Их всего две. Но другие компании не могут идти по этому пути, потому что для них это будет вопрос удержания этих квалифицированных людей, какие-то им интересные задачи ставить. Надо учить. То есть у вас уникальная ситуация. Она сложилась просто давно. Вы вырастили ядро людей, вы вырастили компетенции, вы сам продукт наработали. А если кто-то хочет сейчас войти в рынок, это невозможно повторить этот путь. И не нужно, наверное. Да, однозначно. Но я как человек маркетинга, наверное, поинтересовалась бы какими-то вопросами. Потому что все-таки люди, которые занимаются информационными системами, они являются поставщиками данных для маркетинговых решений. И вот именно аналитика, которая берется из ваших же систем, которые поддерживают операции, она помогает в принятии решений. Я вот знаю, что сейчас уже и российские страховые компании задумываются о системах, которые помогают андеррейтерам самим быстро менять правила какие-то страховые на основании того, что они проигрывают разные сценарии. Там рассчитывают себестоимость каких-то услуг. Вот, БРМС-система. То есть аналитика и прогнозирование, да? Да. Мы сами тоже у себя в компании, но для своих задач такую штуку использовали. И, наверное, в вашем бизнесе это тоже нужно. Все-таки вы по операциям, вы не по IT. А я еще добавлю. И кросс-продажи, кросс-сейлинг, основанный на уже знании своего клиента о том, что там происходит, и добавлении других продуктов. А то автомобиль застраховали, а жизнь никто к нему не придет застраховать. Ну, это вот как раз CRM скорее, которую решили не внедрять. А я про БРМС, да? Система, которая позволяет проигрывать разные варианты, да? Смотреть точнее себестоимость по каждому процессу и подстраивать как-то правила маркетинговой акции. Чуть ли не в режим реального времени, да? Да, вот в быстром режиме. Это еще новый вопрос. Значит, этот вопрос является важнейшим, он даже скорее не маркетинговый. Это ключевой вопрос в ведении страхового бизнеса. Для многих будет удивительно узнать, что на самом деле рентабельность страхового бизнеса по сути является нулевой. То есть это общие затраты, но она измеряется процентами. Затраты, которые компания несет по отношению к собранной премии, это почти 99-101%. Ну, я знаю, что в авто, вот в ОСАГО, да, вот там непростая ситуация с рентабельностью. Там очень все не здорово, но в других-то продуктах не должно что-то купить. Есть продукты, где она на самом деле значительно выше, но если мы говорим об универсальной компании в целом, то речь идет об ОГРе на нескольких процентах всего. Вот эти все затраты состоят из двух больших блоков. Это затраты на урегулирование убытков, то, что мы должны вернуть нашим клиентам, заплатить нашим клиентам в случае наступления страхового случая. Плюс расходы на ведение дела, это то, что мы тратим, собственно, на наши затраты на ведение бизнеса. Это еще важнее, значит. Конечно. Поэтому вот при такой конкурентности, при том, что на самом деле экономия одного процента для нас зачастую означает увеличение прибыли вдвое, правильный расчет тарифов является на самом деле ключевым для успеха или неуспеха. Этим вопросом занимаются специальные люди, которые всю жизнь занимаются математической статистикой. Их в этом бизнесе называют актуарией. Для того, чтобы они могли правильно работать, им нужны хорошие математические методы, которыми они так владеют, плюс статистическая среда, на которой это может работать. Поэтому, когда в одной информационной системе у вас собрана вся история за много лет на миллионах клиентах, вы можете посчитать всю историческую убыточность по каждому виду объекта страхования, по каждому типу автомобиля, включая его цвет. Блондинка на красном автомобиле в возрасте 27 лет. Она умножит на два. На самом деле, здесь Ингостраку есть чем гордиться, потому что больше половины всех сертифицированных актуариев страны работают в Ингостраке. И системой расчета тарифов, которая у нас реализована, мы на самом деле реально гордимся. Что наша информационная система им предлагает? Конечно, это высокий уровень аналитики. Я просто назову здесь продукт. Это IBM Cognos, который в нашей среде реализован, который был внедрен. И в рамках этой среды были построены так называемые витрины данных, которые позволяют актуариям моделировать ситуацию, а что если оптимизировать. И на самом деле с высокой степенью точности вычислять самый правильный тариф, который будет достаточно привлекательный для клиентов, чтобы по нему покупать, и достаточно рентабельный для компании, чтобы не понести избыточные убытки. Здесь на самом деле идет настройка на уровнях долей процентов. Супер. Игорь, это очень интересный ответ. И как раз пришло самое время пожелать что-нибудь своим коллегам, которые тоже заняты в инфраструктурной индустрии, в IT-индустрии и в бизнесе. Вы знаете, коллегам я хотел бы пожелать, чтобы у них были возможности реализовать свои планы и амбиции. А все-таки я хотел бы адресоваться к клиентам, и в том числе к нашим клиентам, поскольку мы здесь между собой обсуждали всевозможные заумные вопросы и реализации. Но в конце концов они для клиентов. Да, в конце концов я хотел бы пожелать, чтобы наши клиенты почувствовали на себе, что это реально работает, и они получают тот результат, на который они рассчитывали. Спасибо. Дорогие друзья, у нас в гостях был Игорь Хромов, заместитель генерального директора по операционной работе компании «Инго Страх». А программу вели Вероника Тараба и Василий Богданов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова